Расскажу кратко о трех обязательных шагах в хэдхантинге и прямом поиске. Для начинающих, если кто-то здесь есть, начинающий, рекрутер, то хэдхантинг — это объясню разницу между executive search и хэдхантингом. Хэдхантинг — это охота за определенной головой конкретной, то есть когда есть фамилия кандидата, которого нужно схантить из одной компании в другую. Executive search — это когда не ограничивается фамилиями, то есть вы берете полный список конкурентов в компании и начинаете мониторить те, которые вам нужны, и переманиваете лучшего специалиста. Итак, первый шаг — это профиль продажника, то, что у нас уже с вами есть в таком пока в сыром виде, но тем не менее имеется. Второй шаг, который нам с вами нужно сделать, — это определить среду обитания. То есть в каких компаниях рынок, уровень, список с конкретным названием компании, если это возможно, в которых обитает ваш специалист, ваш менеджер по продажам. Перейду к примеру своей практики, как мы переманивали. Задача была переманить менеджера по продажам в интернет-маркетинге. Нужно было заниматься продажей сайтов, продвижением и поддержанием компании. После четкого портрета продажника, который мы составили, задавая большое количество вопросов, для компании важен был опыт в продажах именно этого продукта, не менее года, умение устанавливать контакт с людьми. Мы приступили к работе. Кто занимался продажей услуг, знает, что сайтовый продукт продавать немного легче. Их можно увидеть, потрогать, а вот продукты, которые облачные, их гораздо сложнее. Немножко есть специфика, поэтому есть специфика также в компетенциях менеджера по продажам. Мы составили список компаний в соответствии с этим лонг-листом. Их было порядка 16. Сделали из них шот-лист, то есть короткий лист, из тех компаний, которые нам подходили по нашей корпоративной культуре. Тоже очень важно, потому что если возьмете другого человека, переманите из компании с другой корпоративной культурой, например, у вас курить нельзя, а в той компании курить можно. Это такой грубый, но тем не менее очень удачный пример. Соответственно, вы будете с ним мучиться. В итоге может дойти до увольнения. У нас получилось порядка 7 компаний в шот-листе. Мы придумали легенду для звонка, под которым мы звонили. Заключался, например, на следующем. Для менеджера по продажам все просто. Это не технологи, это не директора, руководители компаний, для которых там инженеры какие-то, для которых дозвониться, нужен секретарский барьер преодолеть. Когда «Здравствуйте, компания, одежда для всех», нам нужен сайт. Кто может мне помочь в этом вопросе, рассказать про это? Переключили нас на менеджер, дальше была задача назначить встречу. То есть цель вашего звонка – назначить встречу. Если предварительно по голосу вам человек нравится, как он общается, как он рассказывает о продукте, дальше вы назначаете встречу. Встречу желательно проводить в кафе на нейтральной территории, на которой предварительно немного пообщавшись, выяснив мотивацию кандидата, мы сделали предложение. Из каждой компании, скажу честно, мы брали где-то пару менеджеров, чтобы не устраивать переполох в компании. Если не проявляли интерес, спросили обязательно дать рекомендации других менеджеров. Реферальная ссылка сейчас работает просто. Среди я другого лучше не знаю, среди менеджеров по продажам, как реферальная ссылка, то есть рекомендации. Еще один момент, на который вам нужно обратить внимание при переманивании внимания в регионах с численностью населения меньше 1 миллиона, будьте осторожны при прозвоне таких компаний. Можете попасть не самого владельца компании, который сам занимается продажей. Чтобы не попасть в неприятную историю, пожалуйста, проанализируйте хорошо компанию.